Несмотря на снежную зиму, в этом году в Самаре ожидается спокойный паводок, уровень которого не будет превышать нормальных значений. Но даже в таком случае некоторые низинные территории города будут подтоплены. Такие участки есть в Красноглинском, Кировском и Куйбышевском районах. В последнем сегодня и собрались муниципальные службы, чтобы проверить готовность к ежегодному природному явлению. И еще раз отработать вопросы оповещения и эвакуации населения, развертывания водооткачивающих средств и защиты объектов коммунальной социальной инфраструктуры. Прогноз на сегодняшний или на сегодняшний половодие, его регулируется федеральным центром, мы ориентированы на отметку 32,5 в данной ситуации. Если говорить штатная или не штатная ситуация, но по этой отметке мы всегда работаем. И почему проводили тренировку в Куйбышевском районе, потому что до подтопления здесь на 80, будем 90 процентов. Это частный сектор, который при этой отметке будет подтопываться. Само заседание штаба по организации работы в условиях паводка прошло в школе номер 57, которая, в случае необходимости, приютит на время жителей подтопленных районов. Участники встречи обсудили вопросы расселения людей, а также посмотрели, как обустроен пункт временного размещения. На входе проверяют документы и состояние здоровья. В кабинетах развернуты спальные места. Отдельные комнаты есть для родителей с маленькими детьми. Для временных переселенцев доступны медпункт и столовая на 300 мест, где организовано питание и выдача сухого пайка. Всем у нас обеспечены ложки такого качества, такая посуда или и тому подобное. На 300 человек мы обеспечиваем питание. Вот это? Да, конкретно в этом зале. Обсудили участники встречи и схемы движения транспорта. В районе организовано несколько остановочных пунктов, откуда жители заберут автобусы. Все маршруты к пунктам временного размещения составили, учитывая разный уровень разлива рек. 12 пунктов определены, мы привезли сюда. А потом, ведь есть еще ПВРы, которые не здесь, а те, которые везете, вы их... Все-все привезли. Ну, все мы ездим. Кроки маршруты. Свою подготовку показало и управление гражданской защиты. Они продемонстрировали работу передвижного пункта управления главы города. В машине установлена система видеонаблюдения, которая передает сигнал с места происшествия сразу в штаб по ликвидации чрезвычайной ситуации. Выехала оперативная группа сюда. Глава находится у нас в управлении гражданской защиты, где развернут штаб по ликвидации чрезвычайной ситуации. И там она на экране видит картинку отсюда. Куда выехала машина? А специалисты городского поисково-спасательного отряда представили все необходимое оборудование, снаряжение и технику, которые будут задействованы в случае возникновения чрезвычайной ситуации. Андрей Горгуленко, Сергей Баскин. События.